Йоу, друг мой, как твои дела с тобой до воды? И мы сегодня у нас бестабачная смесь под названием АСД Хука. У меня уже чашечка забита, и я готов тебе продемонстрировать, как дымненько всё это курица. Дымно? Дымно? Замечательно. Но, 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 всегда есть но. Давай, собственно, про это рассказывать. Начнём, конечно же, с внешнего вида, с названия и всего остального, и вообще поговорим про бренд АСД. АСД, АСД. АСД, АСД. Что такое, блять, нахуй, АСД? Что за примитивное название, которое просто меня отталкивает от этого продукта? Когда он ко мне пришёл, я такой, типа, what the fuck, что за хуйня? Типа, ну, можно же было покреативить. Потом я начал это оправдывать. Возможно, это какая-то крутая аббревиатура. Отложил табак в сторону. Ну, отталкивает название, отталкивает. И как-то сложно сказать, да, было? Короче, по продукту. Это у меня никотиновая линейка, есть ещё безникотиновая. Как я знаю, что в никотиновой линейке у нас 31 вкус, а в безникотиновой, но никотин-фри, там у нас 16 вкусов. Также, если внимательно присмотреться, то вот здесь есть две точечки возле названия. Это, типа, значит крепость. И крепость у нас здесь средняя. Типа, лёгкая, средняя и крепкая. Но на всех пачках две точки. Когда мне написали, ребята, типа, мы хотим тебе отправить наш продукт, что ты попробовал, дал обратную связь и так далее. Я сказал, что вышлите мне самые топовые вкусы по вашему мнению. И, как вы думаете, что они прислали? Хуйню. Нет, шучу. Они прислали реальный топ, который довольно-таки круто курится. Ладно, идём, возвращаемся обратно к истоку. Внешний вид поначалу реально отталкивает. Думаешь, что это какая-то залупа. Просто ужасная. Даже это курить неохота. Но, когда ты начинаешь пачку держать, ты понимаешь, что на самом деле это всё очень качественно. Смесь для кальяна АСД на основе чайного листа обладает прекрасной жароустойчивостью. Да-да, поэтому она у меня стоит на четырёх углях, и я её не курю. Потому что с жаростойкостью заебата. Хорошей дымностью. Ну, по дымности я вам скажу, что... Не наебали. Рекомендуется использовать на чашах типа фану, но я забил на турке. Ты думаешь, и чё? Ну, вот и чё? Ну, прислали. До тех пор, пока я это не забил в чашку и не прокурил эти все вкусы. И только тогда я понял, что об этом продукте есть что рассказать. Первое. Это, наверное, внутренняя пачечка, и она получилась довольно-таки крутой. То есть это хороший, ровный пакет, максимально герметичный. То есть здесь ты начинаешь уже понимать, что идёт, блядь, какое-то качество продукта. Есть отрывная линия. Всё как бы здорово, круто. И когда ты это забиваешь, ты понимаешь, что и курица, и забивается это очень здорово. Из тех вкусов, которые мне прислали, я понял, что круто. Особенно меня очень сильно впечатлил вкус турбо. Да, арбуз плюс дыня. Это вкус турбо. Назовём это так. Здесь он, хоть и на чаю, но он пизже того самого вкуса турбо. Реально, арбуз и дыня не химозят, не ацетонят. Курица очень здорово. Поэтому ватермелон и мелон я рекомендую попробовать. Кактус манго. Просто божественный вкус. Кактус как у Адалии, либо как у Дарксайда. И манго примерно как у компании ВТО. Было такое прям более-менее естественное, натуральное. Лимон лайм, кто фанат старой нахлы, обязательно попробовать. Потому что очень схожи. Правда, крепости немного не хватает. Грейпфрут. Ой. Ананас с чёрной смородиной. Да, вы знаете, я пиздец как люблю чёрную смородину. Но когда идёт такое столкновение моего самого любимого вкуса и самого блевотного вкуса, от вкуса которого охота просто блевануть, это виноград, я его не стал пробовать. Разбери ин йогурт. То есть это тот же самый щербет ли, именно клубничный йогурт, который просто влюблял в себя. То есть с этим вообще проблем нет. И манго личи. Вот с этим вкусом у меня возникли пробы. Тем, что я его прокурил и понял, что личи, личи отрава. Личи говно просто вообще. Манго решает, но личи как будто вмешивается и говорит, а ну-ка распространись, блять, я иду, я буду портить вам вкусы. Но самый сок, знаете в чём? В цене. За 50 грамм, как я примерно пофорсил в интернете, до 115 рублей. Что довольно-таки охуенно. Просто на 115 рублей за 50 грамм продукта, у которого, блять, 5 вкусов из присланных оказались максимально охуенные. Только один лишь, по моему мнению, оказался дерьмовый. ASD. ASD. Да, я понимаю, нейминг за лупа, название хуйня. Но производители без обид, да, вот за название, реально, ну это никуда просто не лезет вообще. Что касается продолжительности курения и технических таких курибельных характеристик, всё максимально пиздато. Единственное, что я заметил, что он немного текёт. То есть он прям так течёт-течёт, что вот пиздец. Сейчас ничего не течёт, потому что я не знаю, что произошло. Скорее всего, та пачка, которая у меня была открыта, с неё окончательно вытек весь сок, и поэтому у меня ничего не течёт. По продолжительности курения тоже очень здорово. 40 минут спокойно в соло какой-то вкус вытягивает, но дальше идёт обрыв. По жаростойкости тоже очень круто, но не на прогреве. На прогреве ты сталкиваешься с множеством проблем, например, том, что он не, ну, не догревается иногда. А иногда он просто, блядь, начинает вскипать, и ты чувствуешь привкус чайного листа до такой степени, что как будто тебе в рот залили кипятка, и там заваривают липтон, блядь, пакетированный. Примерно вот так. В целом, подведём итоги по данному продукту. Я скажу, что продукт обязателен к тому, чтобы его попробовали. Мне он очень понравился, и это тот самый момент, когда, блядь, не стоит смотреть на эту ёбаную обёртку, потому что из-за этой обёртки ты понимаешь, что, возможно, никогда бы не вкусил хороший чаёк за самую адекватную цену. Так что это АСД, обязательно попробуйте, и это был Дава Дым, помню, до 110 рублей, до 110 рублей. Ладно, 115 рублей, 5 рублей, там, как бы ни туда, ни сюда, но это охуенно. Всем пока-пока.